Итоги уходящей среды О чем говорили? Готовь сани летом. В городе началась подготовка к осенне-зимнему отопительному сезону. Чтобы не было засору, чтобы работало оборудование и была вытяжка в домах. Когда ждать инспекторов? Победный май. Бобруйск с размахом отметил великий праздник. Довольно все патриотично, конечно, да. Все очень хорошо. Каким был финальный аккорд. А также посевная кампания, рейс Минск-Самара и лечебные процедуры. В белорусских санаториях можно пройти реабилитацию после COVID-19, что предлагают здравницы. Эффектно и масштабно так Бобруйск встретил День Победы. Празднования развернулись по всему городу. Тематические выставки, концертные площадки, флешмоб, авто и велопробеги. Ольга Васинда о романтичном завершении Триумфального вечера. Утро 9 мая порадовало солнцем и чистым небом над головой молодежь, представители трудовых коллективов и воины Бобруйского гарнизона собрались у мемориала Георгия Победоносца и на территории крепости, у братской могилы советских военнопленных, чтобы почтить подвиг погибших солдат. Дальше люди выстроились в колонны, маршрут построили в сторону Минской. Дорогие бобручане, с праздником Беларусь! Ура! С днем отновления, ура! С днем Победы! Акция «Беларусь помнит» стала уже традиционной. И взрослые, и дети с гордостью несли фото родных, которые застали страшные испытания войны. Участие принялись сотни жителей Бобруска. Конечная остановка – площадь Победы. Там состоялся митинг. Скажи, а чей портрет ты несешь? Про дедушки Евранцева Сергея Андреевича. Прошел Великую Отечественную войну, воевал на Орловско-Курской дуге. Являлся ветераном, у него был второй разряд. Очень пострадал, у него было все тело, как бы как решетка, потому что все в дырках. Ну, произошло сильное ранение, которое потом повлияло на его смерть. В главных ролях торжества ветераны. Здесь же администрация города и школьники. Посвящение в пионеры и демонстрация военного построения. Эффектные детали праздника. Хочу пожелать, конечно, чтобы вот эти традиции, которые сохранялись навсегда, молодежь, чтобы не забывала этот великий праздник. И слова, конечно, признательности и благодарности нашим ветеранам. На протяжении всего дня в Бобруске работали торговые палатки. Была организована полевая кухня. В программу вошли фотозоны, ярмарка и тематические площадки. Это очень важно, особенно для молодежи, чтобы это не забывалось. Ну, довольно все патриотично, конечно, да. Все очень хорошо. Спасибо деду за победу. В 2021-м не обошлось без автопробега в честь великого праздника. Точка отправления улица Пермана, а прибытие – поселок Сычково. Участники возложили цветы к мемориальному комплексу «Курган славы» и запустили в небо красно-зеленые шары, как символ независимой и процветающей Беларуси. Организация «Автопробега» – она для того, чтобы мы не забыли, что произошло в те страшные годы. Потому что пока мы будем помнить, мы будем живы. Во второй половине дня Бобруйчан ждал фееричный слышмоб. На площади Победы выступили воспитанники Центра дополнительного образования детей и молодежи. Позже на территории Ледового дворца разместился кинотеатр под открытым небом. Военный фильм горожане смотрели целыми семьями. В 11 вечера над Бобруйском прогремел праздничный салют. Фейерверк в честь Дня Победы длился без малого 10 минут. Ольга Васенда, Карина Гуревич, Максим Кембель, Максим Галеонко, Дмитрий Шевцов, Андрей Богдан, Бобруйск-360. В продолжении темы. Круглый стол на Бобруйск-Агромаше собрал представители Белорусского союза женщин, ветеранов и школьников. Форум «Я мы помним» прошел накануне Дня Победы. О главных акцентах разговора – Карина Гуревич. День Победы – большой и важный праздник. Он касается каждого, будь то человек, общественная организация или предприятие. В рамках акции «Я мы помним», которую белорусский союз женщин объявил в преддверии 80-летия начала Великой Отечественной войны, в стенах Бобруйска-Громаша прошел круглый стол. Гостем стала председатель БСЖ. И вот сегодня, почему это значимо? Потому что, во-первых, это первая такая огромная интересная акция Объединенной организации промышленности Белорусского союза женщин. До этого она прошла во всех первичных организациях. Сегодня мы увидим, наверное, лучших из лучших. Елена Богдан встретилась с учащимися 31-й школы и ветеранами Великой Отечественной. Здесь свидетели войны поделили жизненным опытом и рассказали фронтовые истории. Такие встречи – отличная возможность привлечь внимание подростков, объяснить им, насколько важно хранить память и не повторять те страшные события. Вспоминаем то, о чем мы каждый день наверняка немножечко забываем. А это повод вспомнить, почтить, показать, отдать дань уважения тем, кто за нас сражался, благодаря кому мы сегодня живем мирно, спокойно. Для меня лично важна эта встреча с ветеранами, так как это очень интересно услышать из первых уст от людей, которые побывали на войне. Мы очень уважаем их и чтим память о Великой Отечественной войне. После в Театре имени Дунина Марцинкевича состоялся праздничный концерт. Главные гости – ветераны. Творческие коллективы предприятий Министерства промышленности исполнили песни и стихотворения о войне. А финальным музыкальным подарком для зрителей стало выступление заслуженной артистки Белоруссии Алены Ланской. Вы знаете, для нас, как никогда сейчас, в это время очень важно, ощутимо стало то, что, возможно, мы раньше недооценивали это мирное небо над головой. Крайне важно сейчас для нас, для всех, это, конечно же, созидать, развиваться, сохранить то, что у нас есть. Невозможно представить масштаб трагедии Великой Отечественной войны. Каждый погибший – неизлечимая рана на сердце Беларуси. Героя оставили наследие своим потомкам. Его нужно передавать через поколения, а тех, кто еще жив, чтить и оберегать. Карина Гуревич, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Пожар в Буцлове, реабилитация после коронавируса и первые грозы. Сильные дожди ожидаются в Беларуси 13 мая, когда наступит лето за окном. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Посевная кампания в стране вышла на финишную прямую. Пшеница, ячмень, кукуруза, овес, гречиха и проса. Семена этих растений легли в почву на площади свыше миллиона гектаров. Это почти 96% от плана. В 2021-м затяжная и холодная весна сильно скорректировала график аграриев. Полевым работам хозяйства приступили почти на три недели позже обычного. Самолеты Белавия начали летать в Самару. Город стал девятым регулярным направлением в Россию. Полеты будут выполняться по средам. Время в пути чуть больше двух часов. После затяжного 2020-го авиация выходит из пячки. В прошлом году белорусский перевозчик запустил рейсы в Вену и Ташкент в феврале в Дубай. Реабилитацию после COVID-19 предлагают белорусские санатории. Лечебный массаж, спелеотерапия и антарная комната. Специальные программы разработаны более чем в 70 здравницах. В зависимости от симптомов назначают ароматерапию в восковой комнате, биоптрон, фиточай. Также в расписании аквапроцедуры и озонотерапия. По факту пожара в костеле Буцлова возбуждено уголовное дело. Следствия и эксперты разбираются в обстоятельствах ЧП. Причину пожара еще предстоит выяснить. Сейчас главное сохранить то, что уцелело. Спасти одно из важнейших мест для верующих издания, которое представляет архитектурную и историческую ценность. Сильные дожди и грозы ожидаются в Беларуси 13 мая. В четверг будет облачно с прояснениями. Порывы ветра достигнут 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5-11 градусов. Днем будет 20 выше нуля. Такую погоду синоптики обещают до конца недели. По дождям и грозам добавится туман. Минздрав в Беларуси обновил статистику по COVID-19. За минувшие сутки в стране зафиксированы 896 пациентов с положительным тестом на коронавирус. Всего с начала пандемии заразились 371 405 человек. В Беларуси стартовал проект по изучению иммунитета против COVID-19. Все желающие смогут сдать кровь для исследований на антитела коронавирусу. Организуют движение Минздрав в Беларуси совместно с Роспотребнадзором России с 14 по 19 мая. Тестирование на антитела для жителей Беларуси будет бесплатное. Пациенты смогут зарегистрироваться и пройти анкетирование онлайн. Подробности можно найти на всех информационных ресурсах Минздрава. Запись на тестирование производится в электронном виде. Осенний режим в Бобруйске началась подготовка к грядущему отопительному сезону. О комфортной зиме жильцов и работников кооперативы предприятия должны позаботиться заранее, до 1 сентября. Инспекторы госэнергонадзора проверят состояние помещений, пунктов систем электроснабжения и отопления. Время приемки объектов специалисты будут смотреть контрольно-измерительные приборы учета и документы. Проверят выполнение работ по гидравлическим испытаниям и промывкам трубопровода. Для подписания в этом году паспортов готовности необходимо будет, чтобы они все, кто имеет жил фонд у себя, значит проверили для газовой службы вентиляционные газовые каналы эти, чтобы не было засора, чтобы работало оборудование и была вытяжка в домах, чтобы не угорели люди. Перед началом работ оформленные документы нужно согласовать и зарегистрировать в госэнергонадзоре по Комсомольской 51А. Необходим также и инструктаж с рабочими. Ветеранов все меньше годы берут свое. Кто еще с нами, как и современники, помнят, что погиб каждый третий наш соотечественник. Война затронула все семьи без исключения. Праздник победы – это и торжество, и скорбь пришедшая в семьи. Свидетелей той войны все меньше. Тогда они были юными и полными сил, многие из доживших и сейчас полны оптимизма. И встречают победу. И не только в эти дни достойны уважения, почтения, внимания. Ветераны, победа – это ваша заслуга. Выстраданная на фронте и в тылу социальная ответственность негосударственного сектора экономики – это не только налоги государству, но и прямое участие, помощь нашим людям. Ведь мы все перед победителями в неоплатном долгу. Накануне праздника минчанка Надежда Клименкова традиционно ждет гостей. Труженица тыла в мае 43-го 14-летней девочкой пошла работать на завод оптического стекла в Московской области. Военное предприятие выпускало бронестекла для самолетов, смотровые призмы для танков. Работала наравне со взрослыми. И сейчас сохраняет бодрость духа. Это ж большое дело. Что ж, знаете, мы ж уходим. Вот я одна осталась. Все ж уходим. А потом забудется все это дело. Это ж забывать никогда нельзя. Война – это ж не какая-нибудь гульня там где-то. А это ж война. Столько людей гибнет. Земелька эта еще гибнет. И скотинка гибнет. И люди гибнут. Все живое. Это же страшно. Вот мы ж отдохнули. Смотрите, сколько уже войны нет. Это ж уже поколение какое. Молодое все пошло. Надо стараться, чтобы дальше этого не было. Чтобы не было этой войны. После войны Надежда Клеменкова переехала в Минск и посвятила жизнь Белорусской железной дороге. 39 лет отработала на Минской дистанции пути. Рабочим дежурным по переезду проводником дефектоскопного вагона. Награждена медалью за доблестный самоотверженный труд в Великой Отечественной войне. Железнодорожники регулярно навещают Надежду Максимовну с цветами и подарками. Обязательно в октябре на день рождения и накануне Дня Победы. В этом году вместе с коллегами в гости пришли представители компании «Дана Астра». Новый телевизор «Цветы внимания». Надежда Максимовна молодец. Дай бог ей здоровья. Держится. И такая же жизнерадостная, как в юности. Долгий хлеб вам. Здоровья. Телевизор – нужный подарок ветерану. Современные системы позволяют видеть мир новости. Их уже немного, и это тоже связь с миром. Будет новый телевизор и в Белорусском общественном объединении ветеранов. И чтобы посмотреть парад в этом году. Людям, кого лично затронула война, уже за 90 участвовать в массовых мероприятиях могут лишь единицы. Ветераны всегда, как говорит, радуются тому, что их видят, что их замечают. И в знак благодарности они свое, как говорит, отработают еще больше. На сегодняшний день, конечно, ветераны войны уходят с жизни весьма печально. Для ветеранов и членов их семей застройщик приготовил еще один подарок – существенные скидки на квартиры. О них расскажут в офисе продаж. Пусть так, что для самих ветеранах, у которых вопрос с жильем решен, это не совсем актуально. Но детям, внукам и правнукам это может быть важно и нужно теперь. На сегодняшний день ветераны имеют свое жилье. Не имеют жилья внуки, а может быть и правнуки. Таких действительно ветераны есть. Жить шесть человек, будем говорить, в двухкомнатной квартире, немножко неудобно. Компания «Дана Астра» – застройщик. Работает в Беларуси много лет. Тысячи семей с ее помощью обзавели собственным жильем. Компания понимает социальную ответственность перед соотечественниками. Поэтому индивидуальный подход к каждому клиенту – ключевая задача. Если нужно помочь, то всегда делает шаг навстречу. Мы помним подвиг нашего народа. Наша компания хочет поздравить всех ветеранов с этим великим днем победы. Мы помним ваш подвиг и глубоко благодарны за сегодняшний день в Беларуси. Слова благодарности героям победы, безусловно, важны. Но еще важнее конкретные дела, которые могли бы сделать жизнь ветеранов чуть приятнее, комфортнее, интереснее. Новая квартира, которую можно передать детям и внукам, пожалуй, самое весомое наследие. Конечно, после главного завета любить Родину искренне, по-настоящему. И об этом мы точно не забудем. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин